Привет, детишки. Отгадайте загадку, кто способен, приставив дуло пистолета к виску, нажать на курок и промахнуться? Да, только гений, верно? У нас таких гениев кличут идиотами. А кто способен повторить все действия снова и вновь промазать? Хо, как говорится, один раз совпадение, два раза случайность. Только не в этом случае, не в случае премьеры, не в случае темы ролика. Это у нас называется критический кретинизм. Слишком много кри. Сегодня это словосочетание получило более простой в произношении термин без всяких кри. Роскомнадзор. Хотя термин этот неравнозначен простому кретинизму, даже в критической стадии, потому как, если уж продолжать мой пример, стреляя себе в голову, они не просто промахиваются. Нет, они каким-то образом умудряются системой сложнейших рикошетов ранить целую ватагу ни в чем не повинных людей, предприятий, а потом тем же рикошетом попадают себе прямо в задницу. Не знаю, как и вам, а мне сейчас представляется мультсериал про Том и Джерри. Там такие финты были в порядке вещей, но мы с вами живем не в мультсериале. Хотя часто события пытаются нас в этом и разубедить, да. Давайте начну издалека, как я люблю. И да, многие блогеры не хотят говорить про политику, мол, ну не хочу я все это вдаваться, да, я лучше в стороне, я постою и покекаю. Если вам и правда неинтересна или противна тема политики, самое время выключить ролик и влепить ему дизлайк. Кекайте, сидя на заборе, сколько влезет, я уважаю ваше мнение. Только, пожалуйста, не нужно меня учить, какие ролики и про что мне делать на моем канале, во что мне лезть, во что не надо, хорошо? Как говорят в Одессе, купите себе гуся и сношайте мозги ему, а я вас предупредил. Итак, Россия. Россия — великая страна. Великая и больная на всю башку. Да, как и другие, но сейчас мы не о других говорим. Она поражена шизофренией в терминальной стадии, когда левой рукой государство указывает нам на патриотизм, духовность, честность, совесть и прочие хорошие, да. А другой рукой старательно культивирует их полную противоположность и пичкает нас мемами пропендосов, да, у которых вечно все плохо. Не то, что вот у нас, высокодуховных. У них это тоже есть, но опять же мы сейчас не про них. Достаточно просто послушать постулируемые тетисы, а потом посмотреть, какие фильмы правительство, например, поддерживает, да. Какие законодательные проекты вносит, как ведет себя на внутриполитической арене в целом, что и как преподают у нас в школах всяким колем из Уренгоя, почему так вот именно получается. И получить после этого разрыв шаблонов. Это называется утром лечим, вечером калечим. В итоге все как бы хотят жить в условном дворце, но мало того, что строить этот дворец приходится из обломков трухлявого сарая, доставшегося нам с 90-х, так еще и на этой стройплощадке по ночам ватага обезьян катается на таких вот машинках, у которых стенобитный шар, знаете, вот на конце, как он там правильно называется. Строившие с утра до вечера нам вечером же и рассказывают, мол, вот смотрите, как много мы сделали для страны, прям ух, мы зевая думаем, угу, круто, вот завтра с утра и посмотрим, что сейчас смотреть, да. Встаем с утра и видим руины, еще бы нам быть довольными властью после такого. Одно из таких стенобитных устройств это тот самый Роскомнадзор. Эта структура, прости господи, была создана в декабре 2008-го аж года по указу президента Дмитрия Медведевича. Вообще, его президентство лично для меня еще один повод питать уважение к действующему президенту, скажу я вам. Уж сколько на него было надежд нашей самопровозглашенной интеллигенции. Даже легендарный, не побоюсь этого слова, мистер Фриман раскрылся и начал призывать к... Ну, впрочем, вы и сами все знаете, да, но вместо свержения, соурона и установления демократии президент внес иные правки в страну, к примеру, переименовал милицию в полицию, да. В общем, как и все прочие указы Медведева, Роскомнадзор оказался тем еще позорищем. Основная его функция делать вид, что они всей душой радеют за страну и ее жителей. Именно делать вид, потому что ничего полезного эта структура за 13 лет существования не сделала. Мы же не будем считать за деяние имитацию бурной деятельности, верно? Вот эта вот имитация и сосание огромных денег из бюджета, это и есть основные функции Роскомнадзора, что тогда, что сегодня. Конечно, можно поправить себе, мол, возможно, возможно, изнутри лучше видно и польза эта структура таки приносит. Но мы, обыватели, не получаем развед данных сверху. Мы оцениваем ситуацию именно по видимым результатам действий этих вот организаций. А результаты тут такие, что хоть стой, хоть падай. Ну да, разумеется, время от времени правая, скажем так, полушария страны, такой вот дневной дозор, обращает внимание на такие вот структуры условного ночного дозора и спрашивает, а это кто? И этот самый хто, чтобы не лишиться места, у кормушки начинает ту самую имитацию бурной деятельности под лозунгом борьбы за все хорошее против всего плохого, разумеется. Они по-другому просто не умеют. Как и положено популистам, они используют какой-нибудь подвернувшийся случай, например, Опа! Ненадлежащий контент в интернете? Ну надо же, он существует, кто бы мог подумать. Какое счастье! Теперь мы можем отбрехаться, что боремся с ним. Вообще, необходимо признать, что подобный контент действительно присутствует в сети в огромном количестве. Ютуб такая стесняшка, он очень не любит, когда произносят эти слова вслух, потому что если не говорить об этом, то этого как бы и нет. Правда, господа страусы? Но вы без нужных слов понимаете, что в сети полно, к примеру, пропаганда Джондо-Джондо, да, вот в том числе среди детей, а также детского Джондо. Через интернет распространяется веселая мука и прочие разновидности крупы. Через интернет вербуются люди в организации по спасению планеты от засилья жизни, да. И когда появляется очередная сеть, которую невозможно взломать и контролировать, да, только недоразвитые орангутаны радуются этому, потому что можно пастить мемчики теперь и там круто. Давайте по кекам и пололируем. Вся жизнь как один большой мемчик, а маленькие детки кекают до самой пенсии, так и не поумнев. А на деле, вот эта вот новая сеть, потенциальный подарок для распространения пагубной пропаганды, муки Джондо и групп спасения. Нужно ли бороться с этим? Разумеется, нужно. Только одуревший от сытой и безопасной жизни баран будет блеять о том, что государству не стоит во все это лезть. Не троньте нас и наши мемчики. Однако, если бы оно не лезло, на улицах творился бы хаос. Тупой тем и отличается от умного, что тупому очень тяжело доказать, что исчезни это бесполезное и слабое правительство, первыми бы заскулили от тяжелой жизни именно они. По идее, для этого и создавались такие структуры, как Роскомпозор. Однако, вот ведь незадача. Что полезного сделала эта структура? Разумеется, многие о ней услышали, кажется, в 2016 году, если не ошибаюсь, когда помимо всяких малоизвестных сайтов, они начали вовсю блокировать торренты. По крайней мере, попытались, заблокировав Рутрекер. Кстати, я сам качаю все именно оттуда. Это тонкий намек на толстые обстоятельства. Видимо, они не слышали о ВПН. Ну, конечно же, гораздо более серьезную известность Роскомнадзор получил, когда в 2018 году попытался заблокировать Телеграм. Вообще, блокировать что-то в интернете, это все равно, что создать этому чему-то великолепную рекламу. Нет, блокирование само по себе это неплохо, это даже очень хорошо, но только при соблюдении как минимум двух обязательных условий. Первое условие – это работа не только с технической частью, то есть с условными телеграммами, да, но и со знанием масс. Кто-то должен доходчиво объяснять людям, зачем это делается и почему это хорошо. Конечно, каждому дураку не объяснишь, но если государство умеет разговаривать только на птичьем языке с населением, то ему стоило бы задуматься над этим. У нас работа с молодежью не ведется вообще никакая. Молодежь – это, по моим прикидкам, от 15 до 25 лет. Примерно вот так вот. Все эти жалкие попытки патриотического воспитания разбиваются, как корыто об айсберг. Нет, сегодня нас воспитывает интернет. А в интернете у нас кто? Да, всякие лезущие в политику креатуры типа Навального и блогеры в погоне с популярностью и модой, следующие лишь одной линией. Вот серьезно, сколько существует в России популярных блогеров, которые бы стояли на провластных позициях и не стеснялись об этом говорить на миллионную аудиторию? Таких нет. Поправьте, если что. Есть только вечно ругающая власть хайпажоры, которые за счет этой власти же и кормятся, и, главное, никто им за это не предъявляет. Ответственности, соответственно, они не несут вообще никакой ни перед кем. Полная безнаказанность. Полный беспредел. Какое мнение они сформируют о действиях власти, вот как вы думаете? Впрочем, думать и не надо. У них вечно одно и то же мнение. Все, что делает власть, плохо. Поразительно, как они еще живы и на свободе, и не переехали. Альтернативной точки зрения нет и быть не может. Почему? Потому что такие лидеры мнений, как растения, они не вырастают за одну ночь, если ты, конечно, не сорняки. Когда ты десятилетия не обрабатываешь землю, не вырываешь те самые сорняки, не культивируешь что-то полезное, то получается то, что есть сейчас. А потом ты наигранно так удивляешься. Ох уж эта молодежь, все мозги у них засраны. Да, засраны. А вы предложили альтернативу? Нет, не предложили. Вы только картины разводите руками. И тут включается второй пункт. Наличие альтернативы. У нас очень любят запрещать, блокировать. Постоянно ходят слухи о запрете интернета в целом, о закрытии Ютуба в России в частности. Да, детишки, мне об этом пишут еще с конца 18-го года. Как же ты будешь без Ютуба? Или вот отключить тебе Ютуб? Вот тогда и посмотрим, чего ты стоишь буржуй. Как будто не вы первые начнете волосы на жопе рвать от отсутствия Ютуба, да? Суть в том, что ты можешь запретить это, но какую альтернативу ты предоставляешь людям? А никакую. Вот в этом как раз таки и беда. У нас счастье только в ВК, которая является отличной альтернативой Фейсбуку, гораздо более удобной, кстати. Кто там, у кого фишки ворует, на это людям по большому счету вообще плевать, лишь бы было удобно пользоваться. Ну и почтовые сервисы есть нормальные. Есть ли у нас аналог Телеграма? Нет. Аналог ТикТока? Нет. Инстаграм? Нет. Ютуб? Нет. И не надо мне сейчас рассказывать про Рутуб. Рутуб это огрызок по сравнению с Ютубом. И не только потому, что в Ютуб вбуханы триллионы долларов за все время его существования, а в первую очередь потому, что Ютуб развивается с 2005 года. Ключевое слово – развивается. Да, в какой-то момент, в полное отсутствие конкуренции, развитие остановилось, и теперь оно больше похоже на издевку и стагнацию. Но оно было. И было интенсивным. Развитие не только в техническом плане, но и в плане преподнесения людям. Ютуб сделали популярным. А что у нас было развито? Рутуб как был немощным куском кода, так и остался. Предлагать это в качестве альтернативы Ютубу – это все равно, что предлагает сухую корку хлеба в качестве альтернативы накрытому столу на 12 персон. Одноклассники? Да, есть одноклассники. Даже при учете того, что это действительно годная соцсеть, она за долгие годы приобрела репутацию сети для взрослых от 40 и старше. Даже если это не так, с этим уже ничего не поделаешь. Особенно, если действительно ничего не делать. Смотри, предыдущий пункт. Нужны другие альтернативы. А у нас вместо альтернатив все та же картина, что и в прошлом пункте. Десятилетие, ничего не делание, и в конце – Опа! Как же он так вышел-то? Действительно. И если раньше, в начале нулевых, это и вправду можно было списать на сложный переходный период, на отсутствие финансирования, оно все так и было, да, то в начале десятых это уже стало похожим на отговорку. В начале двадцатых это уже даже не издевка, это плевок в лицо. Ты не имеешь права называться сильным государством, если тебе нечего предложить своему населению взамен тому, что ты собираешься запретить. Вот если бы были альтернативы всем этим твиктерам, и если бы велась разъяснительная работа, то был бы Китай, да. Но шутки шутками, а у них хоть кто-то возражал бы против условного блокирования телеграмма? Нет, потому что у них есть свой телеграмм, и они понимают, почему иметь свое – это хорошо, а не зашквар. А ничего этого у нас нет, есть только запреты. Было уже в нашей стране время, когда все было запрещено. Когда железный занавес спал, именно его последствия не в последнюю очередь ввергли страну в хаос. Все эти русские невесты, хопер-инвесты, миллионы способов обмана – люди впервые с этим столкнулись и не знали, что это ширма. И радостно побежали потреблять, потому что, как дети, запрещено – значит достойно внимания. Вот так же и здесь. Но Роскомнадзор не был бы Роскомнадзором, если бы просто заблокировал сервис. Нет, что вы, у нас даже блокировать не умеют. Вы все уже знаете, что происходило тогда. Десятки и сотни сайтов падали. Притом, каких сайтов? Сайты малого и среднего бизнеса, сайты Васи Пупкина для Васи Пупкина и его друзей, даже сайты некоторых государственных структур, которые, опочки, оказываются почему-то на зарубежных доминах. Государственные сайты на зарубежных доминах. Именно тогда и родилась, видимо, идея обособленного интернета. И это единственная положительная подвижка в этой сфере за 20 лет. Буду рад, если вы меня переубедите. В общем, сайты падали один за другим. И только Телеграм стоял как Кадия, без единого движения. Роскомнадзор лютовал еще сильнее. Еще больше сайтов подверглись блокировке. Притом, самые опасные сайты, типа Ториентов, просто создали зеркала и продолжили работать. А вот ничего не повинные сайты, которых угораздило разместиться в Руссегменте, падали. Только Телеграм стоял торчком, как некронский пилон, намекая, куда Роскомнадзору стоит пойти. Что, кстати, не мешало оному отчитываться об успешной кампании, невзирая на некоторые трудности. Кончилось это тем, что Роскомнадзор сам завел аккаунт в Телеге. Видимо, чтобы бороться было удобнее. Ну, узнать, так сказать, врага изнутри, да? Знаете, что меня больше всего удивляет в этой ситуации? Почему Роскомнадзор еще существует? Этот финальный твист, это не просто позор, это невероятный позор межгалактического масштаба. Да его в лучшем случае должны были разобрать по косточкам и полностью поменять всех от руководства до штата, штрафовав те самые руководства, да, на те самые 5,5 миллиардов рублей, которые они ежегодно сдавали на борьбу с тенью. Но хрен там плавал. Никто ни за что никакой ответственности соизмеримой, разумеется, не понес. Страна проглотила этот позор, и вот результат. В начале 2021 года Роскомнадзор вновь решил заявить о себе. Видимо, когда дело касается больших денег, их не волнует, что о них подумают жители страны. В этот раз указующий перст кривой ткнул в твиттер. Бедный твиттер, ему и так нелегко приходится под гнетом его родной цензуры там, за рубежом. Так еще и Россия вероломно наносит удар в спину в виде замедления трафика. Да. Видимо, поняв, что блокировать все эти твиттеры-шмиттеры у них кишка толста, они решили замедлить трафик. Причина – распространение ненадлежащего контента. Какого? Да все того же. Мука, Джондо, экстремизм. Последний в свете предшествующих событий выражается также и в призывах на несанкционированные митинги, особенно детей. Вот объясните мне, кто-нибудь, каким образом замедление трафика повлияет на распространение этого всего, а также на те самые призывы к свержению власти? Ответ простой – никак. И дело даже не в VPN. Тут просто одно с другими стыкуется, по крайней мере, у меня в голове. Может, я не прав, но твиттер – это текст и картинка. Твит – это текст и картинка, да? Хорошо, картинка не грузится. Но текст грузится. Возможно, текстовые ссылки будут открываться медленнее, да? Нет. Вспоминаем про VPN. Полной блокировки, которой Лолкекнадзор, стращая чрикалку в случае непоминовения, не произойдет по той же причине, по которой косплейт Кадди у Телеграм. Заметьте, даже полное понимание того, что они не способны заблокировать твиттер, не спасет от того, что они попытаются это сделать, уложив на лопатки еще один сегмент рунета. Потому что они, как обезьяна с гранатой, и смешно, и страшно. Как подумаешь, что вот сейчас им моча в голову ударит, и что они отчебучат при этом. Однако, знаете, просто так ругать Роскомнадзор, в частности, и государство в целом, не совсем тоже честно. Давайте подумаем. Мы собираем, скажем, сторожевого робота и объясняем ему задачу – уничтожать воров. Жулик воров, да? И программируем его правую руку на стрельбу по ворам. А левую программируем на воровство, да. Ну, то есть, то, о чем я говорил раньше, да. И стоит ли обвинять этого робота в том, что он четко следует программе. Он видит, что ворует и стреляет по цели. Ему пофиг, что цель это есть он сам. И тоже с Роскомнадзором. Его задача – противостоять, в том числе, ненадлежащему контенту. Тому самому. Если кто-то еще не в курсе, в твиттере этого контента столько, что хоть вагонами грузи. Как когда-то было в Mail.ru. Я хорошо помню те времена, когда ни в одну группу по интересам нельзя было зайти в том самом моем мире от Mail.ru, чтобы не наткнуться на рабочие ссылки на детское Джондо. Моему младшему брату в те времена, вплоть до совершеннолетия, приходили предложения за хорошие деньги делать приятные сюрпризы с мукой для особо страждущих. А что сейчас? Муколюбы перебрались в Телеграм, потому что там же безопасно, верно, да? А детское Джондо полностью исчезло из Mail.ru. Я не знаю, именно ли Роскомнадзор это сделал, это было в районе 12-14-х годов, но кто-то же это сделал, не сами же они просто так вот взяли и пропали. То есть работа ведется. И теперь твиттер стал такой же клоакой. Если он не хочет заниматься собой, нам необходимо заняться им. По крайней мере своей страной, вот, в ее рамках. Помимо муки, Джондо и миролюбия, в последние месяцы через все эти сети и через Чирикулку, в частности, распространялись призывы к свержению власти. Притом призывы, в частности, детей, что является прямым посягательством на государственную целостность. Вы представляете, какой вой поднялся бы, если бы мы запустили такие призывы к американским детям выходить на улицы и свергать президента? Кто в них там сейчас? Байден, да? Мол, незаконно же к власти пришел, да, мертвые души, вброс бюллетеней и все такое. Представляете, как бы они визжали брыжа пеной на весь земной шар? А у нас можно, потому что мы страна тютя, которая только и умеет, что выражать озабоченность. Но иногда и у нас терпение кончается, и мы начинаем что-то делать. Роскомнадзор, честно, слава запросам, в том числе и твиттеру. Более двух тысяч, кажется, запросов были попросту проигнорированы. Что еще раз показывает нам, на какой оси они вертели нашу страну и наш суверенитет. И автомат, вот этот вот фабрикатор, а не мункули, да, он приступил к более жестоким действиям, как и запрограммирован. Начал снижать трафик и угрожать полной блокировкой. А что он, в принципе, может еще сделать, да? Не Роскомнадзор, а иные структуры власти виноваты в том, что государственные, в том числе сайты, расположены не на отечественных доминах. Или как это правильно там называется. И понеслось по новой. Замедление трафика произошло у сайтов Госдумы, Кремля, у некоторых правительственных сайтов, Министерства экономики, МВД. И, по слухам, еще целого списка правительственных организаций, включая сам Роскомнадзор. Я думаю, не стоит при этом говорить, что Твиттер как работал нормально, так и работает. Он тоже замедлился, но как-то выборочно. И тут у вас возникает вопрос, то есть ты хочешь нам сказать, что Роскомнадзор не виноват ни в чем раз, ни его ответственность, что и где размещено? Неверный вывод. За это он не в ответе, но он в ответе как минимум за те способы, что он использует, и за последствия своих действий. Он вполне самостоятельная организация, которая может решать, что и как делать. И эти решения вызывают множество вопросов. Например, почему блокируются, к примеру, торренты, вот эти вот гадкие средоточия пиратства, да? А, скажем, радиосвобода, поливающая государство и его жителей грязью на зарубежные гранты ежедневно, не блокируется. И так во всем куда ни посмотри. Крыша? Ну круто, а нам, обывателям, не пофиг ли у кого там крыша и кто кого крышует, да? Мы видим, что ежегодно Роскомнадзор съедает по пять с гаком миллиардов рублей, а в итоге мы имеем нестабильный интернет и сбоящие сайты внутри страны. Ну что за маразм? Еще раз повторюсь. Нужно ли противостоять всей этой грязи, включая призывы к противоправным и противогосударственным действиям? Да, нужно, но не блокировкой соцсети и уж точно не руками лолкекнадзора, потому что это уже божий анекдот, все уже отсмеялись, но на душе до сих пор как-то досадно. Все опять сводится к тому же самому с молодежью, никто не работает десятилетиями, не объясняет, что не они тут власти и что скачки на Майданах доведут до беды. Но искренне все надеются, что если запретить Чирикалку, то все резко помнят, а сама Чирикалка поймет всю серьезность намерений страны озабоченности и возьмется за ум. Ага. Я бы еще для красного словца добавил, что и с мукоторговлей, и мирными организациями добра у нас борьба тоже не ведется, но это было бы наглой ложью. Работа ведется, у нас это делать умеют и еще как. Только Роскомсосиска к этому уже никакого отношения не имеет, он скорее дискредитирует всю работу ФСБ и других внутренних органов, сводя их подвиги, настоящие подвиги какой-то глупой шутки. Сегодня события развиваются стремительно, новости выходят по несколько на день, и чтобы следить за всеми этими событиями, придется во всем этом жить. Но! Если вас интересует просто конечный результат, то будет пшик, как обычно. Возможен криминал по коням, потому что как громко пшикает Роскомнадзор, мы с вами уже знаем. И это пшиканье продолжится пока в структуру дневного условного такого дозора, да, страны, не придет какой-нибудь Дарт Вейдер, и не задушит это убожество на корню, при том вместе с другими, по цепочке. Только такие вот Вейдеры, они из ниоткуда не появляются, а те, кто растут и воспитываются на Кридах и Навальных, Вейдерами точно не станут. Вот и приходится надеяться на чудо. Как думаете, стоит?